О, есть вопрос. Соломей написал, я боюсь помирать. Доброго вечера. Ты что отвечали на этот вопрос? Боешься умирать, потому что ты не знаешь, что там? Как ты можешь бояться умирать? Если бы ты умирала, видела, что там, тогда понятно, что можно бояться чего-то. Ну, так как ты не знаешь, что такое смерть, как ты можешь этого бояться? Это как первый раз идти на экзамен. Страшно. А потом второй экзамен, уже понятно. Когда ты умираешь, там, дна, жизнь, там нету смерти. Что такое смерть? Ты каждый вечер ложишься спать, это маленькая смерть. Просто ты закрываешь глаза, и как будто бы это смерть. Потом открываешь глаза, новая жизнь. Так же и здесь. Тело одно уходит, но через другие тела жизнь всегда смотрит. Через все глаза, которые есть в этом мире. Не только тела, а птицы, жуки, вороги, животные. И все, 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 это и есть глаза жизни. Поэтому жизнь, она бесконечная, она вечная. Только меняется то, через что смотрит жизнь. Это как новый опыт у жизни. Оно постоянно что-то новое рождается. И через это новое жизнь начинает смотреть. Дякую за ответ. Спасибо за вопрос. А вот теория реинкарнации. В свой час она мне очень понравилась, потому что она мне давала ответы на вопросы, как происходят все эти процессы. И мне эта теория очень понравилась. Но в последний раз, как мы с тобой встретились на Сасангу, потому что я совсем иначе понял. Вот. Теперь по-другому до того Сталеса. Как ты ставишься до теории реинкарнации? Ну это же то же самое, что есть душа. Какие-то переходы с одного тела в другое тело. Ну это так можно назвать, что жизнь это и есть душа, да? Но здесь душу как бы человек привязывает только к одному телу. Он не осознает, что такое жизнь, она во всем сразу живет. Это тяжело понять. Ну да, для мозга это трех и склад. Скорее всего, чтобы это можно было так... Однчасно хотелось бы отчути. Ну это то же самое, что то, что в море находится, да? Ты тоже залазишь в море, то ты уже становишься одним целым с морем. Вот это то же самое. Вот все, что есть вообще во всем, во всем. Оно просто, понимаешь, все, что появилось, оно сразу же исчезло. В один и тот же момент. Поэтому, ну, это тяжело понимать. А я не знаю, что такое реинкарнация. Это, типа, перерождение. Ну, представка ре, это, наверное, повторение. Инкарнация, это, наверное, повторное втиление в тело. Как будто душа телепортуется из тела в тело. В разные народы. Тут еще Соломія написала дополнение. На рахунок смертей было вопрос. Я боюсь помирать. А теперь дополнение. Потому что не знаю, что там действительно что-то есть. А очень хочется в это верить, что за межами этого всего есть еще что-то. И как оно так помирать и не мать думки, не думать, не чувствовать? Но есть мысль, она и приводит в страх. Потому что сама мысль, она нереальна. А что такое не думать, это не думать, это быть всегда в настоящем моменте. Потому что есть только настоящий момент. То, что я и говорил, есть только одна жизнь, и она живет во всем. Или все живет в одном. Можно и так сказать. Можно так и так. Поэтому, если ты не будешь думать, то ты будешь жить в этом. Или оно в тебе. А если ты будешь думать, ты будешь уходить из этого куда-то. И тогда будет появляться страх. Страшно не думать, потому что ты привыкла всегда думать наперед. Чтобы якобы ты знаешь, что будет дальше. Но это только твое мышление, что ты думаешь, что ты знаешь, что будет. Но ты ничего не знаешь, что будет. Через любую минуту, секунду, все может оборваться. И где будут твои мысли думать о чем-то. Они сразу исчезают. Так же, как ты ложишься спать, ты усыпаешь, все исчезает. Даже любая боль исчезает. Человеку иногда дают снотворное. Если у него сильно что-то болит. Чтобы он спал, тогда его начинают не болить. Потому что идет тишина ума. Человек ни о чем не думает. Любой наркос делается. Можно все, что угодно с этим телом и телом. И где же ты в этот момент. Когда отрезают ногу или руку. Где та, которая боится смерти. А это то, что не думание идет. Безмыслие. Жить без мыслей.